Их зона ответственности – шумные освещенные улицы и тихие мрачные переулки, подвалы, парки и вокзалы, культурно-массовые мероприятия, а если быть точнее, общественные места, где произошло или может быть совершено преступление. Сегодня на страже порядка в Абакане Алексей Тодинов и Мирослав Аверичев. Мужчины признаются – работа нелёгкая, но интересная. Так, например, во время сегодняшнего рейда полицейским пришлось устроить погоню за супружеской парой, которая средь бела дня в общественном месте начала выяснять отношения в лучших традициях бразильских сериалов. «Нет, я сказал нет, 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 а рисуйте мне тоже, я тоже». Некоторые оскорбляют, а некоторые и вовсе кидаются с кулаками, рассказывают инспекторы. Сотрудникам ППС приходится работать с разными людьми, а потому важно найти индивидуальный подход к каждому, порой быть настоящим психологом. Алексей Тодинов несёт службу в полиции вот уже в 8 лет. Мужчина рассказывает, ещё с детства мечтал попасть в правоохранительные органы и помогать людям. «После армии сразу стал устраиваться в полицию, устроился, работал в разных должностях. И с 2022 года работаю в должности инспектора ППС. Работаем в основном с пьяным контингентом, появление в общественном месте, хулиганы, семейные скандалы, выезжаем на семейные скандалы. Преимущество в полиции – это заработная плата, которая приходит постоянно, социальные льготы, бесплатное медицинское обслуживание. Также вновь предоставляется жильё, бесплатный проезд к месту отдыха по России». В свободное от службы время Алексей занимается лёгкой атлетикой, катается на лыжах, нередко участвует на всероссийских спортивных соревнованиях в составе команды от республиканского МВД. Ребятам, которые ежедневно на страже порядка, необходимо подкрепление. Патрульно-постовую службу Абаканской полиции требуются сотрудники от 18 лет с образованием не ниже среднего, прошедшей военную службу без судимости. По всем вопросам трудоустройства можно обращаться в патрульно-постовую службу по адресу в Абакане, Четинкина, 6. Надежда Савельева, Андрей Аралов. Новости. Субтитры создавал DimaTorzok